добрый день уважаемые коллеги очень рад всех видеть благодарю тех кто пришел на наш семинар как всегда это теоретические рассуждения в этот раз более практической плоскости мы поговорим наконец библиотеки напомню прошлая тема у нас было об информационных ландшафтах компьютерную цифровую эпоху о том что делает как вообще возникает сетевое общество почему она возникает как мы создаем искусственный интеллект а искусственный интеллект создает нас ну и своего рода продолжение этой темы мы услышим и сегодня но уже касается непосредственно того дела которым мы занимаемся также исходя из вот новых законов и трендов информационного развития и новых факторов информационного ландшафта ну сегодня мы будем в сфере понятий которые у специалистов давно уже на слуху индустриальное общество постиндустриальное общество но вот оценим то а как библиотеки поместиться вот между этими пробегающими мимо нас эпохами вот вот об этом сегодня поговорим и в частности это будет касаться и нашей деятельности нашей компании как мы реализуем вот эти тренды ну а сегодня все таки в основном это как мы понимаем такие вещи вот для начала просто о понятиях что такое товар что такое услуга это ключевые сегодня понятия товар продукт создаваемый производителем для реализации потребности покупателей на рынке по определенной цене ну то есть товар это вещь первую очередь создаваемая в современном обществе как правило большими тиражами и идущий на склад а вот услуга это комплекс действий производителя удовлетворяющий некоторую потребность клиента реализующий на себя на рынке по определенной цене вот вещи очень похожие для экономиста но товара еще раз это созданная вещь а услуга это комплекс действий производится само произведение так скажем этого товара или чего-то товар готовый продукт услуги действия реализуемые по запросу два таких столпа на которых стоит современная экономика и между прочим вот эти вот вещи определяет множество признаков и законов общества как который функционирует вокруг нас но те кто глубже знаком с социологии здесь хорошо сразу понимает видит индустриальное общество это так сказать по определению общество товаров когда возникло индустриальное производство и мы научились благодаря производительности труда массового тиражирования товаров их создавать в избытке вот тогда и возникло индустриальное общество оно опирается на индустриальное производство и вот на технологии которые все это позволяет вот и вот в середине двадцатого века это общество начало себя изживать опять-таки социологи это первые заметили уже сегодня мы можем только поразиться их прозорливости насколько вот правы те были кто после войны начал говорить о постиндустриальном обществе как обществе услуг это уже общество разработавшие технологии массового оперативного сервиса они товаров и прежде всего на основе айти коммуникации организации труда то есть это тоже конечно технологии но совсем другого качества и из этого вытекает совсем другой образ жизни и когда вот мы пришли в цифровое общество в айти коммуникации вот тогда еще раз вспомнили об этом потому что айти коммуникации как раз позволяют упрощают или повышают производительность именно в области производства услуг поэтому сегодняшнее общество позднее постиндустриальное общество это вот общество услуг в квадрате так скажем вот но не все вот пока библиотеки мне кажется находились вне этого но им придется пройти тот же самый путь как и многим отраслям нашей жизни об этом немножко попозже а теперь давайте разберемся с информацией товар это или услуга потому что от этого как раз очень много зависит и информация это настолько такая особая вещь в принципе она и туда и сюда может попасть смотря как поставить вопрос ну в общем то мы с вами придем к пониманию что это конечно услуга в первую очередь и вот это ясное понимание дает уже нам юридическое основание авторское право потому что авторское право это первая вещь юридическая которая защищает и относится к регулированию информации так вот вот что интересно авторское право как вам известно оно защищает материальную форму произведения то есть оно никогда не защищает идеи само творчество творение она именно в ту форму которой эти идеи облеклись вот то есть она не защищает содержание и информации вот это очень важно а вот материальная форма в которую облекается информация вот это товар он предметен он продается и так далее это книга это фильм на каком-то носителе вообще носитель в первую очередь вот и вот здесь вот нужно как раз вникнуть что такое информация смысловое содержание информация они всегда выходят за пределы они не вмещаются вот в этот носитель и они всегда беспредметные духовные психичные раньше вот разговор был о духовности очень много вот сегодня говорят об информации ну в общем то понятно что это вещи одного уровня и как таковая вот чистый как чистый дух не входит в тело и здесь дуализма духовного и телесного так вот и информация и товарность тоже находится в таком дуализме и вот собственно само воплощение другими словами передачи информации это и есть действие и это соответственно услуга вот так вот длинно мы приходим к пониманию наших ключевых предметов и понятия которых мы говорим ну зафиксируем что форма товара вообще не присущей информации когда мы например читаем мы не потребляем товар да мы производим действие и вот мы уже в общем то в русле этих понятий говорим потребление библиотечной услуги да хотя как увидим библиотека тоже на самом деле товар то есть все может выступать и в форме товара и в форме услуга и например книга может выступать в качестве услуги если вас требуется здесь и сейчас где важна не вечность а вот именно это действие здесь и сейчас события в общем как итог информация сама по себе не является товаром ее не надо закупать на склад и ее можно когда она востребована можно потребить в доли секунды это всегда связано со временем и соответственно собственно мы уже пришли таким образом главному тезису нашей сегодняшней встречи то что технологии услуги то есть он демант по требованию она заложена в самой природе цифровой информации вот из этого будем исходить а если исходить из этого то сразу надо все поставить по местам книги являются ли товаром или услугой конечно книги в первую очередь товар и почему потому что сама письменность позволяет превращать информацию в некую материальность соответственно собственности и вот книги то есть знания воплощенные бумаги это вообще основной формат информационного капитала и соответственно библиотеки как способ его накопления и вот тогда встает вопрос а можно ли собрать все книги и можно ли их всех купить вот до определенного времени можно было утвердительно отвечать на этот вопрос их можно было по крайней мере даже посчитать все книги посчитать значит и кто-то мог ну в огромной александрийской какой-то библиотеке или ленинской можно было их в теории купить а вот когда этого уже нельзя сделать когда нельзя даже пересчитать все книги когда собрать нельзя вот тогда приходит эпоха перепроизводства и мы нового экономического понятия товарное перепроизводство это тоже ключевое понятие для экономики индустриального общества когда возникает такое перепроизводство то есть ситуация регулировки спроса когда в товары оказываются переизбытки происходит переход на услугу предзаказа и товар начинает производиться не на склад а только в тот момент когда на него есть обозначенный спрос вот этот вот тренд он очень всем известен по ситуации например с автомобильным рынком да раньше они производились автомобили на конвейер сколько там угодно сейчас уже такого практически не происходит каждый автомобиль собирается под заказ под заказчика и соответственно вот здесь вот переход из товара в услугу происходит очень очевидным образом вот в такую же ситуацию какую в свое время пришел автомобильный рынок очень капиталоемкий пришел и рынок информации информации сегодня так много что невозможно не купить все не собрать все там не не пересчитать все и соответственно цифровое перепроизводство вызвало кризис рынков информационного капитала вот об этом кризисе мы с вами и ведем речь и говоря об изменении задачи роли библиотек еще немножко о перепроизводстве книг в чему это ведет и как вообще это выглядит дело в том что в производстве и потреблении информации мы часто имеем совершенно с разными плоскостями потребности действий производства книг оно имеет в своей основе не обслуживание читателя что ну как автомобиль да читатель хочет что-то делать нужно для него писать книгу нет все-таки основа создание книг авторского творчества является именно креативность потребность авторов самовыражения и тут как бы границ не существует автор может создавать сколько он хочет авторами могут становиться столько сколько люди хотят и собственно количество наименований книг может расти сколь угодно а пока люди хотят стремятся самовыражаться и цифровые технологии как вы хорошо видите здесь открыли все шлюзы все ограничения в их производстве книг информации можно производить сколько хочешь а вот с другой стороны со стороны читателя потребление информации все осталось практически как прежде ну во-первых и информационные задачи тематики ограничены книг создается много но в общем-то они создаются во многом по одним и примерно тем же проблемам и темам вот если кто-то изучил по одной книге нет необходимости там проходить все из них вот то же самое бюджеты людей и библиотек ограничены как вы прекрасно знаете ничего не изменилось ограничены и возможности внимания и времени человека то есть даже вот достучаться до человека можно так же как и раньше соответственно намного сложнее и вот в итоге вот этого перепроизводства на информационном поле формируется сверхвысокая конкуренция сверхвысокая потому что здесь регулировать гораздо сложнее чем на продуктовом и товарных рынок и вот в частности сверхвысокая конкуренция порождает океан открытого доступа и весь интернет таким является этот океан в нем конечно нет всего интернет как говорят в интернете нет всего но вот подножного корма для непритязательного пользователя то есть практически для любой такой базовой потребности информационной достаточно то есть сейчас любую такую базовую информацию можно получить бесплатно то есть без вложения капиталов и средств это общая ситуация а что у нас происходит науки и образований без больших рассуждений подобных нашим тут происходит все по как по дирижерской палочке примерно в том же направлении информационное поле науки образования выросло в объемах тысячи раз и в частности это выразилось и в различных формальных требованиях к вузам учебным организациям к качеству работы вообще на этом рынке особенность информационного поля науки изначально заключается в том что ученый по идее должен знать обо всем что происходит в его научном сегменте пусть он даже там очень узкий чем уже тем более полным должно быть знание и вот это налагает очень непростую такую задачу быть в курсе да и соответственно очень непростую задачу для тех кто обслуживает ученого для библиотеки по сути дела ученому любому ученому в том числе даже и студенту аспиранту нужно предоставить возможность до любой важной нужной информации достучаться достать ее в одну-три клика и причем невозможно предсказать какая информация ему в данном случае потребуется там завтра потребуется вот мы должны работать так чтобы информационное поле было очень но всегда под рукой так скажем вот это одна ситуация которая осложняет нашу работу вторая совершенно формальная по федеральным государственным образовательным стандартам вот в гос-три как вы знаете он выдвинул жесткое требование обеспечения учебного процесса обязательно литературы каждую дисциплину нужно обеспечить учебной литературой и поскольку направлений обучения исследований очень много то это под собой подразумевает гигантский объем учебной литературы и как вот вы сами убедились ни один издатель агрегатор сегодня не способен его выполнить даже в совокупности тоже вот это вот требование образовательного стандарта высшем образовании оно сегодня не выполняется ну и вот когда такие вот большие растут требования к библиотеке и огромный объем информации если раньше библиотека способна была обеспечить и купить приобрести некое ядро качественной тематической литературы то сегодня уже никакой бюджет не способен купить все что нужно обеспечить себя всем и в этом собственно наша сложная трудность в этом вызов сегодняшнего времени то есть возник конфликт между традиционной моделью работы библиотек то есть закупкой книг собственность надолго и цифровой моделью производства информации которая растет ежегодно на порядке раз а что же такое библиотека в наших понятиях товар или услуга классические модели конечно библиотека это товар это склад книг то есть склад товаров так скажем библиотека это прежде всего литература купленная в собственность в общем библиотека товар во всех смыслах и этим определяется во многом наше мышление поэтому оно очень традиционное и как мы увидим конфликтует с требованиями современной эпохи а что такое библиотека в постиндустриальной модели вот здесь мы уже можем задуматься зачем библиотека библиотека для вуза прежде всего для функции сопровождения учебного процесса то есть по большому счету это в общем-то каждому очевидно и раньше наверное так было библиотека нужна чтобы сопровождать учебный процесс чтобы обслуживать его и набор книг библиотеки не самоцель важно чтобы вот информация чтобы книг была в тот момент который она нужна вот это уже совершенно другая постановка вопроса и как мы увидим вот через эту постановку вопроса и библиотека получает совершенно другую сущность библиотека становится услугой услугой доставки информации тому кому нужно в тот момент который это ему востребовано вот мне кажется это уже сегодня достаточно очевидно для общества потому что это и выражается в кризисе библиотек о том что люди перестали покупать в дом библиотеки что на библиотеке экономить стали но в тем в то же время никто вот эту функцию или услугу не отрицать не обойтись без нее не может вот тем удивительнее что в развитии нашего библиотечного дела вновь и вновь воскресает вот этот старый традиционный подход в частности сейчас самый громкий основной проект развития библиотек это модельные библиотеки вы знаете и тоже вы наверное знаете что в этой модели подразумевается комплектование только книгами бумажными ну и соответственно залами то есть построение библиотечных пространств и при этом полный отказ от цифровой подписки это модельные библиотеки не не беспокоит вот мне кажется это очень абсурдно это просто вот какое-то абсолютное непонимание сути изменений информационного ландшафта это просто такое вредительство желание специально как бы утопить библиотеки именно сегодня когда их надо наоборот вытаскивать вот а мы двигаемся дальше в общем библиотека в принципе товар да но на самом деле поскольку она имеет дело с информацией это услуги вот эту вещь нам надо в нашей голове уложить переосмыслить потому что она и всю нашу деятельность меняет и рынок наш соответственно меняет ну и вообще именно вот через это и происходит изменение нашего общества мы это никогда не остановим вот и вот на этой картине изображено вот эти два подхода если мы говорим о библиотеке как наполнение информации встает вопрос будем ли мы ее наполнять книгами то есть товарами каждую библиотеку отдельно или мы пойдем по другому пути и создадим условно говоря облачные агрегаторы которые сможет уже снабжать библиотеки а библиотеки в свою очередь снабжать своих пользователей вот на этой иллюстрации которые я привел вот эти мои моя ситуация иллюстрируется как в образе сети нам не нужно далеко идти на самом деле характер построения компьютерной сети он и отвечает на вопрос как удобнее передавать и организовывать информацию мы не можем какой-то сами придумать библиотечные сущности библиотечный мир это те же потоки информации которые нужно правильно распределять и для этого существует информатика которая и придумала и описывает строение компьютерных сетей вот здесь как вы знаете существует две модели первая изначально она и развивалась когда существуют отдельные компьютеры пользователей на них хранится вся информация и вот набиваем каждый отдельный компьютер или если мы чуть-чуть расширяем то это сервер внутри организации набиваем файлами каждый сервер вот то что происходит с книгами это примерно такая ситуация каждая локальная библиотека вот это уровень библиотек это некий сервер который набивается книгами и разумеется чтобы все их набить нужно очень много книг очень много материальных ресурсов ну а дальше уже от этого сервера питается вот уровень пользователей то есть доступ к отдельным читателям вот в принципе так и развивались компьютерные сети до определенного момента где-то 10-15 лет назад стала тоже очевидной нерациональность такого подхода и вот уровень информации он поднялся выше на уровень облачных агрегаторов да вот тогда и появился интернет облака облачной технологии и уже вот то о чем мы говорим информации файлы набиваются агрегаторы но их гораздо меньше и они уже централизованно распределяют более низкий уровень и вот этот вот более низкий уровень у нас он уровень библиотек уже играет роль не сервера а роутера да то есть это просто точки распределения информации из более централизованных баз вот ну может быть длинно рассказываю вещи которые так на картинке понятны но суть то в том что и в библиотечной отрасли нам нужно делать тот же переход который произошел вот в течение последнего десятилетия переход от локальных серверов к облачным технологиям или скажем так облачным серверам более высокого уровня а местные наши локальные становятся роутерами или свечами а теперь посмотрим финансовую сторону этого вопроса сколько стоит библиотека и почему на них хотят стремятся экономить стремятся экономить потому что это можно в ситуации когда можно по-другому более дешево получать информацию теми или иными путями эти и эти пути начинают находить и вот становится очевидно как вы будете формировать библиотеку столько примерно получите по стоимости библиотека требует постоянного обновления и если библиотеку вуза учебной организации приобретать книги согласно в гос и книгообеспеченности то есть для каждой дисциплины по учебнику по коэффициенту 0.5 то есть каждому второму человеку в руки по учебнику легко посчитать что даже небольшой вуз на тысячи человек потребует около 15 тысяч экземпляров книг при самой скромной цене это примерно семь с половиной миллиона или семь с половиной тысяч рублей на человека вот при стоимости бюджетника около 150 тысяч в год это около 5 процентов в общем то не так уж и много как бы раньше примерно так и было вот но сейчас можно сэкономить в частности сэкономить переходя на цифровые книги а сколько же стоят цифровые книги если вот про пересчитывать опять комплектование библиотеку по в госу они дешевле конечно им не нужны экземпляры но тем не менее они тоже стоят денег обычно вот такой файл в полную собственность некоторые издательства продают например по 10 тысяч рублей и вот если это пересчитать то вот на те же 500 дисциплин небольшого вуза потребуется 5 миллионов рублей то есть немножко дешевле но не сказать что там что это прямо в разы и вот если ну и следующий способ комплектования библиотеки когда мы можем не цифровыми копиями покупать книги у издательства а путем подписки ЭБС по сути путем услуги аренды библиотеки вот как вам известно для подписка ЭБС для среднего вуза стоит 200-500 тысяч это в год если умножить там на 10 лет то вот и получите те же 5 миллионов то есть в принципе это совершенно стандартная аренда аренда как вы можете все что угодно арендовать вот разумеется ежегодный эффект экономии очень внушительный можно обновлять эти книги ну и в целом то есть это то что библиотеки вузы перешли на ЭБС это как вы видите абсолютно в обычной логике цифровой экономики тут не нужно иметь семи пядей во лбу вот такая вот экономия но помимо ведь фонда экономика библиотека требует и постоянных затрат да и бита сегодня в том или как сложности что библиотека существует в гибридном режиме и это надолго то есть помимо того что вот можно приобрести в цифровом формате контент библиотека должна поддерживать и бумажный фонд который достался от прошлого и в общем пополняется сегодня и вот этот вот бумажный фонд помимо чисто денег на закупку он тоже требует много ручного сопровождения но не мне это вам объяснять комплектование закупки каталогизация библиография ведение обис обслуживание читального зала обслуживание читателей обслуживание и затраты на помещение то есть огромные конечно ресурсы если иметь бумажную библиотеку вот и тут уже плюсы цифровой библиотеки электронной библиотечной системы уже гораздо даже более очевидны да она все циклы реализует сама и для того чтобы управлять одной ЭБС достаточно собственно одного библиотекаря оператора вот в этом как раз виде электронной библиотечной и есть библиотека как услуга и в этом случае так же как все работы система хранения переносилась из сервера в облако так же может произойти перенос вот этих всех услуг и работ локальной библиотеки в облако то есть в цифровую электронную библиотечную систему это вот такая основная траектория оптимизации библиотечной но ей оптимизация не завершается то есть как пользоваться электронной библиотечной системы это тоже вопрос и здесь тоже очень большие есть вариации потому что информации сегодня настолько много что даже экономия посредством аренды библиотеки то есть цифровой библиотеки она тоже недостаточно ЭБС это тоже коллекции сформированные как есть и по сути дела это тоже товар и коллекции как правило огромные у нас например 150 тысяч книг и с другой стороны ни одна готовая коллекция какой бы большой ни была она не может совпасть полностью с профилем вуза и удовлетворить полностью его потребности поэтому вот вузу приходится покупать несколько подписок несколько ЭБС вот в этом случае и возникает по-новому идея технологии по требованию как наиболее оптимальный режим работы с информацией и экономией и вот если переходить не просто с товара на товар библиотека или электронной библиотеки а самой концепцией работы с информацией вот тогда высвободятся огромные ресурсы и повысится качество работы с информацией ну вот это я и попытаюсь сейчас объяснить что такое работа с информацией он диман это такой подход когда информация никогда не должна оставаться товаром а всегда только услугой вот то есть никаких информации как товара вообще никогда не нужно не нужно не покупать ни одной книги ни одной ибс ни одного там цифрового ресурса оплачивать нужно только то что вас требуется здесь и сейчас то есть услуга вот это собственно и должна обеспечивать современная библиотека то есть доставку информации не приобретая а получая услугу вот и это в природе самой информации потому что она не является товаром ее не надо закупать на склад информация всегда может быть доставлена в доли секунды тогда когда она востребована и вот это вот просто нужно организовать чтобы организовать это недостаточно моих желаний там или ваших это мы должны сделать все вместе построить инфраструктуру вот таких вот цифровых транзакций и понятно что затраты на полноценную закупку информации когда вот вы проходите все этапы всю технологию от поиска до оформления закупки платежи и так далее и затраты просто на использование одномоментное да вот эти затраты вот это различие оно уже действительно отличается на порядке вот это заложенную в природе информация технологий он демант и надо реализовать в нашей совместной работе как это сделать как оптимизировать библиотеку ну а тут я постараюсь изложить уже вот конкретное видение действий как что мы можем здесь предложить как можно перейти на новую модель библиотечных услуг ну первый блок это работа организации комплектования по требованию реализовать формулу приобретать книгу тогда когда она потребовалась и не раньше когда и какие книги требуются в учебном процессе и вообще вот в университете ну во первых для учебного процесса причем не только для РПД как вот нередко трактуется библиотеками покупают только книги которые вошли в РПД мне кажется это просто воинствующе антинаучно никто не особенно для научного процесса исследовательского ну и для учебного никто не должен учиться по бумажке РПД особенно если они создаются достаточно формально во вторых конечно для научной работы для диплома аспирантура и так далее тоже ну книга требуется вот в этот момент и невозможно предсказать какая это книга ну и наконец для домашней работы для досуга это тоже мы не должны исключать из сферы жизни вузовской библиотеки студенты должны развиваться и что-то для саморазвития читать и кругозор и смежные там всякие компетенции развивать то есть библиотека должна быть достаточно универсальна когда были только бумажные книги библиотека их покупала чтобы они были под рукой ну и как я сказал вот бумажная покупка бумажный товар для этого требуется значительное время и капиталы цифровые книги позволяют осуществлять транзакцию за минуту вот задача в том чтобы иметь цифровые коллекции тоже под рукой и в считанные мгновения получить эту книгу вот так решается эта проблема но здесь опять-таки есть несколько путей во-первых мы мы уже сейчас говорим о работе с электронной библиотечной системой первый путь это иметь под рукой полную коллекцию в принципе это аналогично аренде и покупке готовой библиотеки то есть конечно выигрыш цены происходит и вот весь набор у вас уже будет под рукой но если это слишком много есть более экономный вариант когда работа по профилю вуза идет сужение по сужению потребностей то есть когда доступ резервируется приобретается только книгам по нужной тематике разумный подход разумный ну и наконец третий подход когда предоставляется доступ только тем книгам которые нужны здесь и сейчас книга по требованию это по сути дела аналогично мгновенной покупке в магазине в тот момент когда вот именно эта книга потребовалась но конечно стоит вопрос о ассортименте из которого она выбирается он тоже должен быть очень большим и свободным и вот если реализовывать вот эти принципы то технологии условия комплектования по требованию во-первых предполагает максимально широкий ассортимент доступных книг а во-вторых реализацию инструментов мгновенной покупки по требованию это сегодня предоставляют далеко не все вот мы предоставляем и разработали эту технологию это касательно того что уже имеется в электронной библиотеке а вот если книги нет вот для этого мы разработали уникальные сервисы называется е-корсар совместно с консорциумом арбикон это сервис поиска книг которых нет на рынке это не у всех и не так часто происходит но в общем понятно что очень много книг не присутствует в каталоге электронно-библиотечных систем что что происходит в этом случае что мы делаем в этом случае мы осуществляем поиск правообладателя мы заключаем лицензионный договор оцифровываем книгу предоставляем ее в пользование то есть по сути дела вот этот цикл он равносилен переизданию книги под заказ и конечно это очень сложная технология раньше вот так что под заказ вам переиздали книгу раньше это было практически невозможно но мы это делаем и вы можете воспользоваться да это дороже чем получить уже готовую книгу в ассортименте но зато это надолго это вот та книга которая вам нужна и стоимость вот этого заказа можно делить с другими заказчиками вот кого это заинтересовало ознакомьтесь в нашей ЭБС с этим сервисом мы его активно продвигаем третья технология он демант которую мы тоже предоставляем нашим пользователям когда нужна печатная вот в этом случае она может распечатана по требованию практически любая книга из издательского прайса может быть распечатана в любом количестве причем я думаю уже многие с этим знакомы поскольку практически все учебные издания перешли на эту технологию печать по требованию и как вы убедились и цена сопоставимая стиражной офсетной печатью и качество исполнения книг довольно высокое и еще одна технология он демант теперь уже совсем новая аудиокнига и аудио озвучка ну во первых это конечно для лиц с ограниченными возможностями для инклюзивного образования но сейчас аудиокниги и вообще пользуются широким спросом и никогда не лично вот в этой технологии мы разработали сервис луврейн с нашими партнерами из Томского университета ЭБС для незрячих в рамках этого сервиса для инклюзивного образования доступны все книги ЭБС но озвучка их происходит по заказу если у других вот ЭБС они там потихоньку формируют коллекцию большую то у нас книги можно любую книгу в любой момент на аудио озвучку заказать в течение одной двух недель вот и озвучивает искусственный интеллект можно выбрать голос темп для этого получить то что приятно слушать вот книги кстати подготавливаются в формате дейзи это тоже специализированный формат для незрячих для работы именно с учебным контентом за для возможности углубленной качественной работы и вот таким образом практически все библиотечные функции и потребности выстраиваются вот так называемые вертикали он диман работая с нами вы можете все получить по требованию во-первых комплектование по требованию любую цифровую книгу во-вторых поиск издания по требованию то есть книги которые нет и вы ее вам она нужна третье получить печатную книгу это тоже произойдет по требованию ну и наконец для инклюзива получить аудиокнигу и вы ее тоже получите по требованию вот как вы видите это уже не просто какая-то идея досужий разговор это отработанная по всей вертикали технология и это собственно инфраструктура библиотека по требованию потому что это и есть основной вопрос того что о чем я вам говорил то есть мы чтобы предоставить услугу в короткий срок должны уже быть подготовлены к ней готовы ее действительно реализовать и мы это сделали но инфраструктура требует нечто определенные условия со стороны организации которые с нами работают да и здесь ну как и во всем остальном основное что требуется от учебной организации это финансирование да и оно должно быть таким же быстрым как сама услуга то есть быть финансовой транзакцией вот это осуществляется путем предоставления финансового резерва вот каждая отдельная услуга имеет стоимость там книга по требованию или доступ или печать по требованию происходит списание аванса по этой стоимости и но плюсы тоже очевидны если финансовый резерв не исчерпался у организации то остаток переходит на следующий год если исчерпан требует пополнения вот в целом величина аванса для вузов равна годовой подписке то есть тут больших изменений по сравнению вот с стандартной работы с нами нет но как вот вы понимаете сама суть работы меняется довольно существенно и вы действительно оптимизируете эту работу и можете получать именно то что вам требуется здесь и сейчас что может получить вуз и образовательная организация но во первых информационный бюджет университета будет способен охватывать гораздо более широкие категории чем сейчас да категории услуг и вот е-корсар поиск литературы которой нет и закупку книг из вот других издательств БС во вторых для информационного обслуживания не требуется библиотека как таковая полная со всем штатом достаточно информационного менеджера который оперативно сопрягает запросы исполнителей то есть библиотекарь он уже непосредственно сопровождает учебный процесс он на прямой связи с преподавателями учащимися вот ну и третье библиотечные процессы переходят в пространство информационных ресурсов то есть эти процессы уже реализуются на нашем уровне а не на вашем ну и поиском информации тоже занимается ЭБС а не библиотекой то есть если исследователю или преподавателю требуется какая-то информация библиотекарь он же менеджер передает этот запрос в ЭБС и уже мы ищем как это удовлетворить мы занимаемся полноценным поиском информации вот разумеется эта картина так скажем модельные да идеальные не то как она сейчас или как может хотелось бы не хотелось это вот картина если бы библиотечный комплекс библиотечной сферы перешел в формат работы с услугами да но тут конечно много всяких если и когда это произойдет мне неизвестно так же как и вам ну что ж коллеги вот та картинка которые возникает если довести до логического конца некоторые тренды и некоторые позиции которые звучат сегодня в обществе в частности информацию и через библиотеку реализовывать как услугу вот может быть не все с этим согласятся но во всяком случае пользоваться можно уже сегодня мы вам показали уже не просто какие-то размышления но порядок нашей работы все это можно делать уже сегодня с нами так ну что ж давайте почитаю что тут уже написали если принять вашу концепцию на демонт то библиотеки вообще не нужны а создать несколько крупных агрегаторов а-ля амазон и хороший интернет канал ну по большому счету да да библиотечная отрасль так сильно изменится но опять таки скажу гибридный формат да поскольку библиотеки уже существуют если бы мы с нуля строили так бы и было но поскольку они уже существуют то вот эта упрощенная картинка которую я не рисовал нарисовал конечно не получится нам придется обслуживать и существующие библиотеки и строить новые информационные каналы сколько времени займет поиск книг через е-корсар и это касается только электронных книг или нет вот кстати да вот здесь я не остановился а стоило бы да вы видите тут есть срок это очень важно когда предоставляется и если смотреть разные опции они совершенно разный срок вот print on demand мы делаем книги заказанные за две недели минимально озвучивание аудио происходит тоже за две недели вот ну а поиск издания один месяц занимает ну как я сказал это полный цикл это в общем-то минимальный наверное срок который который можно успеть вот а вот комплектование on demand происходит мгновенно и обращу ваше внимание если раньше мы такую вот модель практиковали только с публичными библиотеками то вот сейчас мы открыты и для учебных библиотек то есть можно комплектовать по книжному on demand так ну да это касается русскоязычных книг в первую очередь пока мы занимаемся только им так вопросы так вот отдельных вопросов не дальше сейчас качать материалы так ну похоже вот это и были основные у нас вопросы на сегодня ну что ж дорогие коллеги благодарю всех кто был сегодня с нами послушал эту точку зрения буду очень благодарен какой-то обратной связи потому что вы видите это наши эксперименты наши поиски если они будут востребованы то конечно мы постараемся это удовлетворить будем рады вот а вам всем хорошего дня до свидания заглядеть заглядеть заглядеть